В Одессе больше четверти городского совета кандидаты на вылет. А вот областные собрания совсем не интересовали Николая Томанюка, Константина Лавриненко и еще 30 человек. Общественное движение «Честно» совместно с комитетом избирателей Украины представили рейтинг недобросовестных депутатов. Кто еще попал в черный список, расскажет Анна Грынев. В Одессе больше четверти городского совета кандидаты на вылет. Ведь по закону, если местный депутат пропустил более 50% заседаний сессии или постоянной комиссии в течение года, его можно лишить мандата. Это и есть механизм откликания депутатов. Один из них не ходишь, то увидишь. Складешь мандат. Информацию о прогульщиках представители общественного движения «Честно» и комитет избирателей Украины узнавали методом официального запроса. Брали период с 2012 по 2015 год. Мы нараховали в МИСК Раде 35 кандидатов на откликание, то есть 35 депутатов пропустили больше 50% сессийных заседаний в каких-то из рук. Вот так выглядит список прогульщиков сессии городского совета за несколько лет. Например, в антирейтинг попала Надежда Шевчик, более известная как Егумения Серафима. Она, в принципе, тоже попала в топ так называемых прогульщиков городского совета, пропустив около 40% заседаний. Надежда Шевчик заявила, что грешна на 10%, а остальные пропуски – это, очевидно, какая-то ошибка электронной системы. А вот некоторые особо эмоциональные депутаты комментировали свое отсутствие с помощью нецензурной лексики и угроз. Уважаемый Владимир Рондин, отвечая на повторный звонок нашего аналитика Сергея Городника, вообще сказал, кто вам дал мой мобильный телефон? Послушайте, я таких лохов, как вы, каждый день посылаю, пропущу, и вы тоже туда идете. Ярые прогульщики нашлись и среди депутатов областного совета. Первые места поделили между собой Николай Атаманюк, Константин Лавриненко, Владимир Немировский и Виктор Добрянский. Обл. Раду мы уже так само проанализовали. Там было выявлено 53 кандидата на откликание, но тут на администрации уже два показателя. Тут прогулы и сессийных заседаний, и прогулы комиссии. Общественное движение «Честно» такой рейтинг составляет не впервые. Его представители так мониторят все области Украины. Все это в рамках кампании «Честная весна», «Ответственная осень». Я напомню, выборы в местный совет состоятся уже в этом октябре, 25 числа. Подписывайтесь на канал.